Когда первые бомбы упали на Харьков, о чем вы подумали? Когда первые бомбы упали на Харьков, я сначала не мог поверить. Я из тех людей, которые до последнего не верил, что это будет. И даже когда началась война, мне начали звонить, все говорят, началась война, я говорю, что-то придумали, может кто-то в салют стреляет, кто-то балуется. Потом я понял, что это на самом деле. И, конечно, я испытывал боль, так как это город, в котором мы родились, выросли, которому отдал жизнь, здоровье, мой отец, всю душу. Поэтому это, конечно же, было больно. Я до последнего не хотел оттуда выезжать. Но я понимал, что нужен трезвый рассудок. И у нас работа созидательная. Есть люди, которые родились и для того, чтобы воевать. Есть люди, которые родились для того, чтобы строить, создавать и помогать. Вот я считаю себя из тех людей, которые помогают, создают. Что вы сегодня, лично вы думаете о России и Путине? Я осуждаю Россию, я осуждаю Путина, конечно же. И сил уже нет, знаете, как вам сказать. Хочется, чтобы это поскорее всего закончилось. И у нас наступил мир, и мы смогли вернуться домой и участвовать в возрождении нашего любимого города, нашего любимого региона. Многие политики, профессиональные политики, могут только мечтать о популярности, которая свалилась на Геннадия Кернеса и Михаила Добкина после знаменитого ролика, который показали по один плюс один. Но этот ролик и в интернете набрал миллионы-миллионы просмотров и сделал и Кернеса и Добкина настоящими героями. Я вам скажу больше, я показывал этот ролик многим выдающимся людям в то еще время. И Жванецкий мне говорит, это артисты? Я говорю, нет, это мэр Харькова и секретарь Харьковского городского совета. Говорит, не, ну перестань, это артисты? О такой популярности, повторяю, можно только мечтать. У отца с Михаилом Добкиным отношения разладились в последние годы жизни отца. А вы с Добкиным видитесь, встречаетесь? Где он вообще сейчас? Я Михаила Добкина знаю. Общались мы с ним в последний раз, когда умер отец. Где он сейчас находится и где он передвигается, я за этим как бы не слежу. И за его жизненным путем тоже не наблюдаю. Точно вам могу сказать, что мы с ним не созванивались в это время войны. И где он, как он, я вам, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить. У меня ни хорошего, ни плохого, но лично ничего не могу о нем сказать. И вы не знаете, что за черная кошка пробежала между отцом и Михаилом Добкиным? Я думаю, это они знают. Это их дружеские отношения. Я, к сожалению, не знаю этого. Чтобы был в роли черной кошки. Когда несколько дней назад вы заявили о том, что Геннадий Кернес умер раньше, его подписью пользовались незаконно, злые языки в Харькове стали говорить, что вы просто хотите использовать память отца, преследуя свои то ли политические, то ли какие-то финансовые цели. Я сейчас процитирую, что мне написали. Кирилл решил продать второй раз мертвого папу. Что бы вы этим людям ответили? Я этим людям ответил, что они причастны к захвату власти, и следствие установит виновных. И мы увидим этих людей на скамье подсудимых. Могу вам сказать, что никто никого не продавал и не продаст. Это мой родной отец, это мой долг как сына. Как сына. Защитить, отстоять. Честь. Моего отца. Чтобы ее не топтали, как это делают сейчас. Вы хотите стать мэром Харькова? Смотрите, сейчас никакой политики здесь, никаких финансовых вопросов здесь нет. Здесь есть только моральная сторона. Сейчас мы находимся в военное время, и есть у государства механизмы. Возьмем, например, Чернигов и Сумы, где введена военная администрация, да? Я считаю, что такой город при фронтовой, как Харьков, тоже нуждается в военной администрации. Почему? Объясню. Потому что в 2020 году власть в городе захватили незаконно, воспользовались этим, пришли потом через официальные выборы к власти. И на сегодняшний день делают все, чтобы доказательства, улики были уничтожены и скрыты от следствия. Поэтому я считаю, это правильным, это прерогатива нашего президента. И он имеет полное право ввести военную администрацию в прифронтовой город, потому что город должен работать, люди должны там жить. И второй момент, это даст возможность провести открытое, непредвзятое расследование. Почему? Потому что за эти годы, сколько я и мои адвокаты запросов в городской совет не писали, ни одного ответа мы не получили. Я еще раз спрошу, давайте так, мирное время уже настанет. Вы хотите стать мэром Харьковым? Если люди захотят этого, будет спрос на это, я, конечно же, буду участвовать в политической жизни нашего города, нашего региона. То есть вы хотите стать мэром Харькова? Ну это как бы... Но когда человек говорит, если будет вопрос, то он уже хочет, давайте так скажем. Вы знаете, конечно, желания могут быть разные, и цели должны совпадать с желаниями, поэтому сейчас я сосредоточен на открытии истины, чтобы точка была поставлена в этом вопросе. А когда закончится война, когда наступит мирное время, тогда я вам смогу прямо и четко ответить на ваш вопрос. Я вас услышал. Что я хочу сказать. Прозвучали серьезные обвинения в адрес Игоря Терехова, и поскольку у нас абсолютно независимая площадка, я готов предоставить слово Игорю Терехову, если он захочет ответить на эти обвинения. Конечно. Да. А вам спасибо. Желаю удачи. Я еще хотел один момент. Пользуясь случаем, пользуясь случаем, коли уж мы с вами в таком откровенном разговоре обсуждаем все эти моменты, хотел бы попросить депутатов Верховной Рады создать следственную комиссию, которая будет контролировать ход разбирательства этого дела. И будет об этом информировать общественность, чтобы все люди видели, что все открыто, все прозрачно. Также хотел обратиться и к посольствам, и к партнерам Украины, чтобы они потребовали от государства Украины открытого и непредвзятого расследования тех действий, тех событий, которые происходили в сентябре, октябре, ноябре, декабре 2020 года в городе Харькове. Спасибо.